Привет, друзья! Это Дима Семенищев, и это новый выпуск Сектора Джаза. Он будет немножко странный и отличаться от всех остальных по одной простой причине. Меня поразил всем известный вирус, поэтому последние уже чуть больше недели я вообще ничего не могу делать, ни заниматься на инструменте, ни записывать новые выпуски Сектора Джаза. И все мои концерты, которые стояли в расписании, все пришлось отменить или найти других музыкантов на свое место. Это довольно-таки неприятно, хочу вам сказать, но я не отчаиваюсь и решил записать вот такое видео, где я просто поставлю камеру, где будет минимум монтажа, потому что у меня нет даже сил нормально сидеть за компьютером. И, собственно, поговорю о том, что нас ждет, что вообще будет, и сегодня раскроем одну маленькую важную тему. Итак, во-первых, на моем канале недавно появилось новое концертное видео, и я прекрасно понимаю, что концертное видео моего квартета не так интересное, как выпуски Сектора Джаза, однако мы точно будем обращаться к тому, что я пишу, потому что мне вот на этих примерах легче вам что-то рассказывать. И по этой причине к двум моим последним видео, композиции Brand New Day и композиции Double Bubble, я добавил более умный таймлайн, который постепенно сделаю во все остальные композиции. В нем вы увидите все, что происходит в композиции по форме, то есть вступление, тема, чье соло, тема в конце и кода. Вы это сможете увидеть просто глядя на таймлайн и понимая, где вы сейчас находитесь. Второе, к трем последним видео, то есть сюда еще добавим композицию Windows с фестиваля Broadский Drive, я добавил в описании нотный материал. Вы можете его скачивать, вы можете на него смотреть. При желании вы можете его играть, да хоть на концертах, мне все равно. Если вам нравится музыка, которую я пишу, и вы хотите ее исполнять, вообще без проблем, я буду безумно счастлив, если это произойдет. Итак, это я собираюсь сделать ко всем своим концертным и аудиозаписям, и постепенно это все появится. И я думаю, очень скоро я начну выкладывать на свой канал видео, которые по какой-то причине на нем не оказались. Например, выложу бэкстейдж записи второго альбома, который называется Windows. Там есть очень забавные и интересные моменты, и, конечно, не понимаю, почему я не сделал этого раньше. Очень скоро это видео появится на канале. Тема, которую сегодня хочу обсудить, она очень узкая, она связана с разницей между джазовой гармонией и классической гармонией. Недавно с моим другом Лешей Клементьевым, это такой прекрасный кардионист, мы стали общаться на тему композиции Blue Z. Сейчас появится цифровка Blue Z, вот и она. И смотрите, в чем история. История в том, что глобально композиция в Си-бемоль-мажоре, а ближе к концу формы есть прекрасное отклонение во второй низкий мажор, и чаще всего в Реалбуках, если мы находимся в Си-бемоль-мажоре, в данном случае мы уходим не в До-бемоль-мажор, как бы было по правилам классической гармонии, а уходим в Си-мажор. Почему? Потому что, например, в кварток-витровом круге нет такой тональности, как Ре-бемоль-минор, которая является для До-бемоль-мажора второй минорной ступенью. Именно поэтому для мозга, особенно джазового музыканта, проще сделать вот эту гармоническую замену и представить Ре-бемоль-минор До-дес-минором. Сейчас, чтобы было чуть понятнее для всех, сначала покажу цифровку той же самой композиции, но в тональности с одним знаком, Фа-мажор. И смотрите, здесь мы откровняемся в Си-бемоль-мажор, это вторая ступень, никаких проблем, все, счастье, успех и покой. А теперь покажу в тональности с тремя бемолями, то есть в Ми-бемоль-мажор. И что мы видим здесь? Здесь мы видим, что мы никак не можем отклоняться в Фа-бемоль-мажор. Ну, нет такой тональности. Это будет тональность с шестью бемолями и одним дубль-бемолем. Ну, ее нет. Поэтому мы отклоняемся в Ми-мажор, и у нас в полностью бемольной композиции вдруг появляются четыре такта из абсолютно диезной тональности. И вот эта особенность джазовой музыки, точнее, джазовой гармонии и джазовой записи аккордов не привязывается к тональности. Это очень важная вещь, и мы в данном случае все должны понимать, что мы ломаем законы гармонии, законы музыки классической. То есть такого в классической музыке быть не может. Но такое абсолютно прекрасно работает в музыке джазовой. И, играя блюзет, и как раз-таки играя это место, я понял, что я все-таки играю не до диез минор, фа диез септ, си мажор, а я обыгрываю ре бемоль минор, соль бемоль септ и до бемоль мажор. Как я это понял? И я это понял благодаря тому, что у стройников есть такая история, как диезы играются выше, чем бемоли. И вот эту вот посредственность, в основном бемольную, я все время по ощущениям занижал, занижал, занижал. И когда дошло время до вот этого, до диез минора, я понял, что я остался там же. И я остался там же и руками, и головой, и голосом. И, конечно, все-таки лично я, как контрабасист, во время импровизации обыгрываю здесь жутко бемольную последовательность. Поэтому мы с Лешей не закончили это обсуждать и передали Леше огромный привет. Леше, оказывается, я не ухожу в диезы. Извини. Вот так вот. И я приведу еще один важный пример. Есть огромное количество композиций, особенно из современного джаза, которые лучше всего нотировать вообще без знаков. И в качестве примера я приведу свою композицию, как раз-таки, которая называется Windows. Если начать слушать или заглянуть в ноты, я, например, ее мыслю в ми мажоре или в ми миноре. Даже не понимаю, в чем в мажоре или в миноре все-таки, потому что она с ми начинается, и на этой части ми мажорной, ми минорной она и заканчивается. ми ми мажорной, ми ми мажорной, ми ми п finale, то есть 나와 hier is В пяти тактах мы видим сначала ля минор, потом видим фа диас минор, потом видим ми бемоль минор, а потом видим шестую ступень и доминанту к ми минору. То есть в первых пяти тактах мы видим четыре тональности, которые вообще никак друг с другом не соединяются. И если бы я нотировал изначально эту песню, например, в ми мажоре и поставил четыре диеза, то для музыканта, который бы читал и цифровку, и тему, во-первых, у него бы появлялось огромное количество встречных знаков, потому что нужно было бы все знаки, которые при ключе, их бы в каждом такте отменять. Потому что, ну, например, у нас стоит четыре диеза, и что бы мы делали в такте с ми бемоль минором, в котором как бы шесть бемолей, мы бы сошли с ума, у нас крыша поехала просто напрочь. Поэтому в данном случае я понимаю, что у меня в каждом такте новая тональность и нет привязки к тональности предыдущей, и нет привязки к тональности исходной. Я, конечно же, эту тему нотировал вообще без знаков при ключе, потому что в данном случае это намного логичнее. Ну и, кстати говоря, этот же самый прием очень часто использовал такой прекрасный человек, как Сергей Сергеевич Прокофьев. Да, он одним из первых стал нотировать все без знаков, понимая, что если я тут все постараюсь уложить в одну тональность, то исполнителю будет жутко неудобно. По той же причине зачастую в джазовой музыке все нотироваться без знаков. Если у вас есть еще один такой же пример, напишите в комментариях, обсудим, поговорим. И у меня сейчас две мысли. Либо делать несколько таких видео на неделе, где я просто буду вам что-то говорить, и мы это будем обсуждать. Либо мы можем встретиться, например, в воскресенье. В прямом эфире посидеть, на какую-то тему поболтать. Если у вас есть интересная тема, и вам интересно ее обсудить, напишите в комментариях. Будет здорово, если это произойдет. Если нет, тоже будет здорово. А может произойти и то, и другое. Может, я почувствую себя совсем хорошо. Буду опять записывать видео. И на прямой эфир-то увидимся. Всякое может быть. В общем, друзья, главное, не болейте, не трогайте лицо руками. А то будете выглядеть так же плохо, как я. А я вам этого не советую. И вот будете ходить дышать на балконе, что совсем нелепо. С вами был Дима Семенищев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok